Помните песню? Я сейчас вспомнила. Льётся в тёплой теплушке огонь Твоей негасимой любви Санитарный вагон применялись для перевозки раненых. В них также устраивались изоляторы, аптеки, перевязочные места проживания, медицинского персонала и другие служебные помещения. В 1941 году было сформировано 288 санитарных поездов из 6000 пассажирских вагонов. Санитарный вагон, представленный в экспозиции, был сконструирован в 1925 году. Смотрите, здесь или электрические вот эти столбы. Ну, тут зарыты они землю. Ужас. Как будто паровоз проходит здесь. Железнодорожники выполняете, слово данное товарищу Сталину, быстрой доставкой грузов. Помогайте Красной Армии ускорить час победы над врагом. Мелезнодорожные войска. Как будто едет этот паровоз, да? Гидравлическая колонка для подачи воды. А, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, видите, как бидравлика работала. Ага, понятно. Паровоз серии ЭУ, номер 68096. Паровоз проектирован. Следите, как будто он, слышите? Как будто он едет. Паровоз проектирован в 1912 году. Построен в 1928 году на Коломенском паровозостроительном заводе. Модернизирован в 1932 году, 1941 год. Использовался в предвоенный период и в Великой Отечественной войне. Считался достаточно экономичным паровозом. Ужас, 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 ужас. Стоит на месте, как будто он едет, да? Обалдеть, слышали? Только пар еще не едет. Еще бы были бы выхлопные пары. Вообще, ты представляешь, что прямо проходит паровоз. Установка ракетной артиллерии Катюша-ССР боевая машина. БМ-реактивная артиллерия БМ-13 была разработана в 1939 году под руководством Костикова. Принято на вооружение в 1941 году. Представляет собой металлическую установку, сматированную на автомашине. Предназначенную для ведения залповой стрельбы. Железнодорожный артиллерийский транспортер ТМ. Вот я не могу его вдалеке показывать, потому что почитать. ТМ-180. Альтиллерийская система разработана на Ленинградском металлическом заводе в 1935 году. Мощная морская 180 мл пушка. Б-1П. Вот так вот. Дальше не вижу. Отхожу и плохо вижу. Вот такая махина. Сейчас я ее издалека покажу. Вот она. Под крылом самолета О чем-то поем. Здесь уже слышим реву машин. Легкие. Двухмашинный танк Т-26 ЦССР. В 1930 году в специальной закупочной комиссии армейского управления механизацией и моторизации приобретена лицензия на производство легкого английского танка Викерс ММЕ типа А. Данная машина была принята 13 февраля 1931 года на вооружение Красной Армии. Колесно-гусеничный танк БТ-7 1937-1939 год СССР. Легкоколесно-гусеничный танк БТ-7. Быстроходный танк был разработан в 1933-1934 годах. Пару вовозостроительные заводы. Я не могу с уверенностью сказать, но точно такой самолет, какой номер, по-моему, это же стоит в Новороссийске. Так и называется этот район самолет. Я имею в виду, стоит как памятник. Так, это далеко. Экционный двигатель АМ-38 был разработан в 1930 году. СКБ Микулина на базе двигателя АМ-35. Двигатель представлен собой в... Образные... Ой, я... Видно плохо. Ну, извините, пожалуйста. Я... Хотелось прочитать, но не могу. С уважением к авиации. Вот такие маленькие, маленькие вот такие вот... Партолётики. Истребитель И-15 БИС. Разработан в 1935 году. Одноместный Билан смешанной конструкции с открытой кабиной и неубирающейся шасси. Вот так. Всего выпущено 2408 самолетов данного типа. Вот такие они, малюсюпусенькие были. Это вообще рёв танков. Я не поняла. Я когда зашла на экспозицию, зашла когда, там какой-то шум. Как будто что-то ревёт, что-то взрывается. Я не поняла. Там оказываются танки эти в начале, когда начало оказываться. Оказывается, танки, они же стреляли там. Так, истребитель ДИА. А здесь паровоз шумит. Танки ревут. Р-р-р-рёв такой. Вот юные защитники родины. Виталий Чижиков. Родился в 1927 году в селе Черновка Дмитриевского района Курской области Крепель. В летнем возрасте мальчик лишился слуха и речи. Обучался в школе глухонемых. Был отличником. Хорошо рисовал во время критической войны. Он помогал партизанам, обладая прекрасной памятью. Делал зарисовки расположенных фашистских войск. Добывал ценные сведения. А готовишься к карательных операциях против партизан. Ничего себе. Ничего себе. Володя Дубинин из Керчи. Мы, по-моему, в школе еще проходили. Хорошую учебу и победу на городских соревнованиях по авиамоделированию. Модель планера Володи установили рекорд. В 1941 году Дубинин был премьер, путевкой в Арктик. В годы Великой Честаной стал участником партизанского отряда, появившегося в Кямино-Ломнях, поселка Старый Карантин, от 6 километров, от центра Керчи. Вот, по-моему, мы изучали, изучали о нем, да. Сергей Петровский. Но я не могу обо всех. Вот, Валентина Пономарева. Потом Николай Печененко. Господи, какие они молоденькие, а. Эрик Лукьянов. Иван Кузнецов. Четя мой, Юра, вот такой. Аркадий Каманин. Юноша уже. Георгий Артеменков. Мой сын полка. А ты ж мой золотой. Посмотрите, какой он. Какой он хорошенький. Мой-то ж латкий. Пилотка на Викрень. Его так, видимо, любили все. Вот он, вот он, вот он в возрасте. Вот, пятенька. Иван Кришанов.